ЕГЭ отменяют в 2023 году? Фух, ЕГЭ Сколько переживаний в этих трех буквах? Кажется, каждый школьник переживает об этом событии хотя бы раз в своей жизни И вдруг ты слышишь новость о том, что ЕГЭ могут отменить в 2023 году И кажется, нет дня счастливее на свете, чем день объявления об отмене ЕГЭ Но так ли это на самом деле? В интернете ходит много слухов и фактов, с которыми ты можешь столкнуться И давай разберемся, так ли это на самом деле Ставь лайк и подписывайся на канал Нажимай на колокольчик, чтобы ЕГЭ точно отменили Или нет, сейчас узнаем А также переходи в описание и забирай полезные материалы по подготовке к ЕГЭ Первая новость, которую ты мог видеть ЕГЭ могут сделать частично добровольным И какая же она классная, потому что кто по своей воле вообще пойдет сдавать ЕГЭ? Но не тут-то было Был слух, что депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму соответствующий закон в сентябре прошлого года В феврале 2022 года данный документ должен был быть рассмотрен в первом чтении Однако, судя по данным на сайте Госдумы, первого чтения так и не состоялось А причина переноса и новая дата пока не называются Делаем вывод, в 2023 году добровольным ЕГЭ не сделают Второе Отменить ЕГЭ могут из-за нехватки бумаги Чего? Да, вы не ослышались, если что По словам одного политика Если ЕГЭ не отменить, то у выпускников школ из небольших городов и сел могут возникнуть проблемы с поступлением в ВУЗ Он сказал, что региональные власти не в состоянии закупать бумагу по баснословным ценам доходящим до 1800 рублей за пачку в 500 листов Вследствие чего ЕГЭ просто невозможно будет провести Учитывая, что часть из этих фактов неправдива К ЕГЭ все же придется подготовиться Но ведь делать это вместе веселее и гораздо продуктивнее Поэтому, если ты хочешь подготовиться к ЕГЭ Приятной и комфортной обстановке, а главное сдать его хорошо Переходи по ссылке в описании и записывайся на актуальный курс Третья новость ЕГЭ могут отменить из-за эпидемиологической ситуации в стране и мире Много кто про это мог говорить Особенно, когда все это началось еще в 2020 году Но, к сожалению, ребята, тут тоже все мимо Ранее министр науки высшего образования Российской Федерации Валерий Фольков сообщил, что необходимость вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса, в том числе из-за штамма Omicron, сейчас нет По его словам, все необходимые решения принимаются Вывод Никакой коронавирус или иной вирус ЕГЭ, к сожалению, не отменит И, кстати, если вспомнить ситуацию в 2020 году, когда эпидемия была на пике Все закрывали, все отменяли Даже тогда, ребята, ЕГЭ не отменили Что говорить про 2023 год Ну что же, друзья Я призываю вас к тому, чтобы читать и проверять все новости, которые вам попадаются Проверяйте их источник, проверяйте, насколько они сопоставимы с реальностью Но даже если вам покажется, что новость просто железобетонная И ничего ее не может оспорить Не нужно бросать подготовку и сразу на все забивать ЕГЭ все еще существует И к нему все еще нужно готовиться, несмотря на всевозможные слухи Меньше фейков, больше дела Девиз данного ролика Не забывай подписываться на канал и ставить лайк До новых встреч!